Дарк Соулс 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 Так, что-то, блин, у меня чувствительность скачет Вот так лучше целиться буду По 18 Не, ну это не серьезно Если так каждого моба Буду по минут 5 расстреливать сейчас Ух ты, понравилось Но атаковать все равно не хочешь, да? Да Аллея драконов Так, я, честно говоря, не уверен Стоит ли мне сюда идти Тихо, 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 тихо Блин, и хочется и куриц Вот я знаю, что меня сейчас убьет Я сейчас в человеческом облике Не нежитью играю Мне человечность не хотелось бы на него просирать Но при этом Но ни хрена себе Так, понятно Мы валим Братья, не обиделся, что ли? Ладно Если я ему катаной сношу где-то Чуть ли не одну десятую с одного удара А он, похоже, одним ударом меня убьет Ладно, короче говоря Бали драконов Мы в принципе Можем попасть уже двумя способами Вот отсюда из леса. И второй способ, это где мы поднимались из Блайттауна. Там тоже через Аллею Драконов проходили. Так что уже два места, в принципе, где мы можем попасть туда. Так, давайте посмотрим донизу, что здесь. Там внизу мне писали в сообщениях, что какой-то непременно встретим босса, если вниз по дороге идти. Я, честно говоря, не уверен, хочу ли я его встречать. Но, по крайней мере, все, продолжается экскурсия со вчерашнего дня. Вот мы убили дракона, говорю, рыцаря убили. И что-то сегодня, я не знаю, я в сети вообще, нет? Вроде в сети. Что-то сегодня сообщений не видать на полу. Ни одного. То есть, вот сколько мы играли уже, ни одной подсказки не было. А он как раз, по-моему, что-то светится. Так, ну-ка, 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 это что там блестит такое? Это тут у нас босс, нет? Слабость, огонь. Так, у меня огненного ничего нет, только стрелы. У кого слабость. Так, а это что такое там? Это что за хрень там шевелится вдали? А это? Это големы? От Ранахи, так сказать. Нет, это что там такое? Видите вдали? Я не знаю. Возможно, из-за того, что качество пережмется, вам не видно будет. Там просто муть будет какая-то. Но там что-то охренеть вообще. Офигеть, это что там такое? Так, ну что, братья, давай попробуем. Я не уверен, что для тебя, наверное, какое-нибудь дробящее оружие лучше бы подошло. Хрена себе, ты что? Ну и что ли? В принципе, неплохо рубит. Да, вообще неповоротливый. Никакущий. С ними, наверное, интересно было бы драться, если бы ты был тяжелым воином, который дофига урона наносит, но при этом в самом счете будет столько же. Но у меня подвижный персонаж, поэтому мне полегче с ним получилось. Вон еще один. Но если вот два таких, то это уже может стать серьезной проблемой. Сейчас я не шичек возьму. Ну, в принципе, мы их убьем по очереди всех. Так, ниоткуда больше не идет. Давайте, маленько, тут осваиваться. Пока что жить можно. Давай, прыгай на меня. Ну? Так, ну тебе, похоже, бэкстеп не получится сделать. Удар сдали. Ух ты. Да. Неплохо их ломает. Мне кажется, на них оружие будет довольно сильно ломаться. То есть, мы все-таки по кристаллам бьем. Душа безымянного солдата. Я, кстати говоря, все души, которые у меня были, я их потратил. Как раз-таки на прокачку своих, своего обмундирования. Так, надо одного из них вытянуть, я думаю. Ну, блин, блин. Чем основные боссы. То есть, там, когда играет страшная музыка. Ух ты, такого еще не видел. Когда полоска внизу экрана появляется в его жизни. Вот это полноценные боссы. А вот это вот, то, что там вдали, это, похоже, мини-босс. Хотя, может, я поближе подойду, и оно начнется все это самое. Но, судя по тому, что он уже, по мне, стрелял какой-то огромной белой хренью. Это, скорее всего, не так. Ой, какой-то неповоротный. Вообще же, блин, ниже с неспособны, вы монстры. Может, я, конечно, слишком поздно сюда пришел. Уже достаточно хорошо для них прокачан. Но, как бы там ни было, они ничего не могут сделать. Валим, 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 валим. Да твою мать. Так, понятно, что это за белесая хрень была. Я уже не уверен, что я хочу туда идти. Но сходить по-любому придется, потому что вы меня не простите, если я вам не покажу эту хрень. Даже ценой собственной жизни. Такие вы у нас. Кровожадные. Так что придется. Ух ты, блин. Вот эта штука надо не забывать. У нее дальность большая. А так, в целом... Губычок истальчики мне какие-нибудь давали. Так, и больше тут ничего нет, похоже, что ли? То есть... А вон еще куда-то дорогу ведет. Я не знаю. Блин, куда я иду вообще? Безопасная зона. Безопасная от него. Ну, в принципе, там я неплохо был за холмиком укрыт. Блин. Так, сейчас посмотрим. Скорее всего, это уходим мы куда-то еще, на какую-то локацию. Я хочу все-таки с этой гидрой познакомиться поближе. Посмотреть. А, нет, это тупик. А, нет. Нет, не тупик. Подожди, я там не был. То есть там труп лежит. Но обычно на таких трупах лежат либо душ, либо еще что. Твою мать, сколько мест. Я, честно говоря, уже запутался. Тут куда ни пойди, что-нибудь находится. Блин, я потом смогу назад подняться? Нет, сейчас провалюсь куда-нибудь опять. И рыцарь, главное, смотри, чтобы не встретить. В последнем таком месте мы встретили. Подожди, я же тут был? Или это похожее место? Нет, я был тут. А как я тут оказался? Подожди-ка, я не понял, честно говоря. Или я назад вышел? А, ну да. Да-да-да, простите меня. Я тут был. Так, ну пойдемте тогда посмотрим. Мне показалось, что я с той стороны пришел. Что-то я запутался маленько. Пойдемте тогда познакомимся с этой гидрой. Почему бы и нет? Так, а интересно, моя стрела до нее долетит как-нибудь, нет? Говорят, что их слабость огонь. Но, возможно, это писали про этих големов. Блин, она по площадям бьет. То есть я сейчас, если попаду в зону поражения, то сразу что-нибудь да попадет по мне. Так, летит, похоже. Так, понятно тут мы в относительной безопасности. Блин, мне бы целиком тебя увидеть. Я за этим деревом нифига не вижу. Вы, наверное, специально сюда поставили. Чтобы жизнь медом нифига... Пофигеть! Чтобы жизнь медом ни казалась. Так, ну-ка. Давайте-ка мы попробуем. Долбанем. Давайте для начала обычной стрелой. Чтобы увериться, что я могу отсюда попасть вообще. Щит у меня, кстати говоря, я не говорил. Я поставил спайдер-шилд, потому что он хорошо защищает от яда. Он, по-моему, вообще, по-моему, вырубает. Так, подожди. Так. Что там пишется-то? Имеет сопротивление к яду внизу написано. Вот такие дела, короче говоря. То есть полезная штука. Возможно, с ним я вообще про яд забуду. Блин. Что-то я не особо уверен, что я смогу. Блин, ты посмотри. Нет, так не получится. Короче говоря. Побежали. Может, оно вблизи не будет так страшно. Офигеть. Ой, мне хана. Ой, бля, муха, бежит. Бежит, 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 бежит. Я в первый раз, как увидел ее целиком. Это явно не по зубам. Я как ее увидел, я чуть не окаменел. Такая страшная херь. Ну ладно. По крайней мере, я вам ее показал. Как я и говорил, она, скорее всего, меня убьет. Она меня убила. Так, давайте починим наше оборудование. Блин, у меня души вообще нет. Ну, в принципе, нет. Пока же все нормально. Ремонт на семь душ. Это ничего страшного. Давайте возвращаться. Да, собственно, пойдем в Блайт Таун уже, что ли. Потому что как-то здесь пока, как вы видите, не очень приветливо. В принципе, местные монстры мне особо и какой-то попа боли донести не могут. Единственное, те гиганты, которые на меня паралич накладывали и порубили потом в мелкую капусту. Вот это было неприятно. А так, в основном, все вот эти вот, как их называют, сприганы, если по аналогии со Скайримом. То есть, деревья, энты. Да, вот эти вот големы, они вообще как-то очень элементарно убивались. Сообщение я не прочел. Мне опять напишут, не прочел сообщение. Я сообщение не прочел, потому что я здесь уже был. И, кстати говоря, пока я качался, я очень сожалею, что я вам этого не показал. Но вот эту саламандру я, когда возвращался сюда уже, к этому кастрюлю, чтобы продолжить, я ее зарубил и собрал в итоге с нее... Твинкл. Твинкл Титанит, вот он, его я взял. То есть, это усиление для оружия, но я пока не трачу, потому что вещь, насколько я понял, крайне редкая. И мне, в принципе, пока что хватает на все. Так, главное сейчас не шваркнуться вниз. Как видите, тропинка очень низкая. Узкая, вернее. Я бы не сказал, что она низкая. Так, не слышит опыт. Так, хорошо. Тут, по-моему, больше не будет их. Можно было бы, конечно, туда пойти. Мне, кстати, в комментариях написали, что печать стоит не 30 тысяч душ для той закрытой двери, а 20, и там, мол, можно фармить как раз-таки души, там враги самоубиваются. Хотя остается только их агрить, и потом стоять в одном месте, чтобы они к тебе шли и падали. Но пока что мы туда не пойдем, потому что, во-первых, у нас душ нет. Ну, давайте посмотрим у кузнеца, сколько она стоит, эта печать. Насколько я говорил, она стоит 30, но меня память подводит, потому что это было уже полтора месяца назад. Так, что ты там продаешь-то? Чейс, так. Так, да, он открывает закрытую дверь в сердце леса. Стоит 20 тысяч, понятно. Увидимся, давай, пока. Осторожней, говорит. Ладно, спасибо. Так. Все-таки надо, наверное, ножик... А нет, пока не будем чинить свой ножик. Сядем у этого костра, потому что, если нас сейчас убьют, мы опять окажемся в том лесу, у того бонфаера. И, кстати говоря, когда я говорил, не понимал, вот эта вот непонятная вспышка над головой, и у меня появлялся еще один эстус фласк. Это, оказывается, если кто-нибудь сделает на костер кайндул, пока я нахожусь поблизости, мне идет эстус фласк. Святой спереди. Там, что ли? Praise the sun. Давайте ему рейтинг поставим. Я, кстати, меня многие просили, поэтому... Почему бы нет? Rate. Поставим плюсик. Чтобы рейтинг делать, нужно, чтобы вот этот вот... камень стоял в инвентаре. Praise the sun. Вот это рейтинг 20. Давайте сделаем 21. Хорошо. А, блин. Да твою мамашу! Что-то от меня обычные монстры начинают употреблять в последнее время. А кто посильнее, те, не сказать, что очень уж могут. С голем на проблем, в общем, нет. Блин, нахрен мне эта броня еще одна. У меня их уже в кладовке лежит... Штуки 4, по-моему. И ни одной из них я не надевал, потому что они бесполезны. Так, куда мне идти сейчас? А, вспомнил, мне сейчас нужно вниз тут. Больше мне тут ничего не нужно, по-моему. Вроде бы нет. Но поехали. Вообще, New London ruin. То есть, руины эти. Сами по себе, одни из самых красивых... Одна из самых красивых локаций в игре. То, что вот сейчас, куда мы ниже уедем. Там очень темно и такой свод. И это, похоже, вот, по моим подозрениям, еще ниже находится, чем в Блайт Таун. Вообще, офигеть, да? Насколько это прораб... Добрый день. Проработанная локация. Так, что пишите? Селект выражение. Вот, я знаю. Можно, опять же, сказать, вон туда, к Ворону. Там скелеты. Со скелетами, пытаться подраться. Но это, опять же... Пока что, вне планов, успеем, как говорится. Так, как мне тут спуститься-то? Скелеты, я думаю, что пока что, все-таки, мне еще и ну дают. Я не помню, я в этом прохождении... Это же этот хрен. Подожди, а как он тут оказался? Я же его не выпускал. Ты? Нечего сказать. Исчезни с глаз моих. Он, видимо, расстроен, что я его не выпустил. А мне совершенно точно сказали, что нужно его убить. У него, кстати, костюм похож на Айзика Кларка. Из Dead Space. Причем пятого уровня костюм. Короче, иначе он... Через некоторое время мы придем. Будет убита она. И наверху костер будет навеки затушен. Так что, братюнь... Силья Ви, как говорится. Ты, ух ты, смотри, что у него. Ух ты. Неплохо рубишься. О, как я у них... Придурок. Блин, я с тебя броню хотел взять. Вон он лежит внизу. Далеко-далеко. Твою мать. Я с него броню хотел взять. Что ж такое? Здесь? Да я знаю, что здесь. Ой, блин. Что-то у нас по времени-то. Да. Но вообще, насколько я знаю, в следующий раз, через несколько часов, если мы паяемся тут, эта броня будет лежать наверху. То есть тут нет такого, что она улетела безвозвратно. Под ним еще, не волнуйтесь. Ну, придурок. Он, похоже, понял, да, что со мной сражаться им бесполезно, потому что удары у меня сносили вообще что-то смешное какое-то количество жизней. А моя катана тем временем через удары ему кровотечения делала. Может, тут лежит? По идее, я как раз туда спустился. Вот эти руины, они, видите, они офигенные. Они в каверне огромные. Там вон свет изредки пробивается. Но настолько красиво сделано. Так, ладно. Ну, похоже, тут его ништяков нету. Все-таки мы их наверху найдем, видимо. Блин, а я хотел... Ну, они тяжелые, они мне навряд ли подошли бы. Хотя, в принципе, у меня силы сейчас достаточно, и вон, к кольчуга, она тоже к тяжелым относится. Даже в кольчуге я был быстрым подвижным воином. Так. Давайте я вам покажу, что такое Нью-Лонда. Здесь, во-первых, очень много этой нежити, которые потерявшие разум. Она даже не атакует, их можно не трогать, потому что с них душ не дают. И вот как я видел... Тихо. Сток. Как я видел у знакомого, когда я пришел, у него сидели, играли. Вот в это место лучше... Подожди, я ему по голове прошелся. Пока у тебя нет либо какого-нибудь магического оружия, либо пока у тебя нет, собственно, магии, вот сюда лучше не ходить, потому что привидения и обычным оружием их не убить. Но я вам их сейчас покажу и побежим обратно. Блин, ну чего? Красивая локация, да? Вон они идут. Вот такие хрени. Их хрен убьешь. Хрени хрен убьешь. Как говорится. Они сквозь. Ой, блин, придурок. Ой, да что ж такое. Ладно, пофигу. Может, сейчас зато броню возьмем. Вот такие вот мелкие досадные недоразумения, это, конечно, чести мне не делают. Простите меня за них. Что-то я расслаблен вообще сегодня. Сегодня работал быстро, как видите, по времени сейчас. Пяти еще нет. Очень быстро освободился сегодня. Настроение отлично. Поэтому как-то даже не озабочен особо. Да, вон миштяк лежит его. Давайте посмотрим. А, человечественность, кольцо... Так, что за кольцо? Фейворен протекшн. Кольцо защиты и услуги, что ли, увеличивает ХП, стамину, переносимый вес ломается, когда снимаешь. То есть, его одеваешь, а потом снимать нельзя, что ли? Вот это кольцо мне больше всего нравится, потому что оно с каждого врага помаленьку всасывает ХП себе. Вот это колечко увеличивает защиту, когда мало ХП. Тоже очень полезно. Так что пока пускай будет так. У меня, в принципе, так все неплохо. Ну что, я думаю, сейчас нам успеем и в этой серии, нет? Ох, как раз таки звонят. Так, секунду. Так, короче, о чем это я? А, ну, мы идем в Блайт Таун. Вот о чем это я. Я думал, он мне броню, конечно, какую-нибудь даст, а он дал обычное колечко. Ну да ладно. Мне моей брони хватает. Я бы сейчас, честно говоря, у меня опять начались бы муки выбора, что брать, что не брать. Опасайся. Рычага? А чего бы опасаться? Странный совет какой-то. Может быть, типа, не надо туда спрыгивать, он имел в виду, пока на рычаг не нажал. Ну, это как бы очевидно. Так, ладно. Так, а где у нас тут пониже еще один бонфайр есть? До куда мне сейчас бежать-то? Так, добрый день. Че стоишь тут? 24 души дали. Офигеть. Так, ну и вот второй такой лифт. Нет, это тот же сам, по-моему. Лучше я путаюсь сегодня. Как обычно. Я всегда путаюсь. Всегда. Так, вот у нас второй вход в аллее драконов. И вот так вот мы, похоже, попадем куда-то туда. Где мы были уже в этой серии. К драконам, короче говоря. Ой, тихо. Тут убийцы можно. Не знаю, что-то похоже. Мы отсюда никуда не попадем. Ну и хрен с ним. Теперь мы знаем, откуда у нас второй вход есть в аллее дрейкс. Так что можно не волноваться по поводу этих милочей. Так, а тут у нас три здравика. По-одиночке они не представляют большой уж опасности, но все вместе. Блин, насколько тут темнее становится. То есть, если больше одного, то нужно быть осторожным. Крайне осторожным, причем. Я тут последний раз, когда ходил, я умирал подряд, по-моему, 15 раз на них. Так, а вы сразу побежали, это плохо. Нужно отступить вот сюда. А, слушай, а если на мостик отступить? Подожди, ты один бежишь или ты с подружкой своей? Ой, не видно нифига. Как темно. Один? Один-то ладно. Иди сюда, дорогой. Ты дальше не можешь идти, что ли? Блин, с тобой. Ой. Блин, а вот опасно, у них удары. Офигеть, какие быстрые. Давай еще разбей. Что-то я бы не сказал, что защита как-то получше стала. Тихо, тихо, тихо. Блин, разучился опять с вами драться, ребятушки. Тихо, 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 тихо. Так, что ты помер, нет? Еще тебя, еще. Осторожно. Пока что, кстати говоря, одни из самых опасных противников. совершенно неожиданно, потому что неповоротливые, но, блин, внезапно у них открывается скорость, вот эти удары у них крайне такие неприятные. Что за желудок стомоч? Не понял я, что он имел ввиду. Так, я сейчас того не приманю, так что давайте сначала так сделаем. Давай, дорогой. третий. Третий будет? Не будет? Ох, скотина. Ну, блин, ты посмотри на него. Чего же опасные твари. да, твою мать, я все сзади не могу подойти. Ну, ладно. Так, опять пирожок свой. я любил скорее пироги, но они такие, особенно не из рук такой погоней, как ты. Я, кстати говоря, не знаю, что эти пироги делать, сейчас будем разбираться. Сначала с ним разберемся, а потом с пирогами. Давай, дружок. второй. Бляха, муха, да, я же отошел. Ой, бляха, да что же с тобой не так-то? Вот этот удар очень нравится. Нет, все-таки яд, конечно, гораздо быстрее убавляется с этим. То ли это костюм виноват, то ли что. Да ты посмотри, ой, твою мать. Ай, беги. Ух, бляха. Ты посмотри, чуть не убил. Я говорю, с ними замешкаешься, это все, это капец просто, капец. На, получи тебя в пердак. Я тут хорошим практологом стал в последнее время. Только Банатова. Давай. Блин, опасные твари, опасные. Так, Данк Пай. Что он делает? Он что-то, по-моему, отравляет меч. Да, заставляет врагов отравляться, но, кроме того, действует и на персонажа. Так, ну-ка, давайте попробуем. А, вот оно что. Это швыряться, это понятно. Нет, такие пироги я точно не люблю. Так, сейчас мне нужно добежать до Бонфаера, который там внизу находится, с которым мы стартовали уже много серий. Я думаю, успеем мы в этой серии, нет? Давайте вообще, все равно сегодня две серии будут у вас, поэтому прекратим прямо тут, а в следующий пойдем добираться вниз, и там уже пойдем скрилак разбираться, как бы там ни было, короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok